Приветствую вас и предположим, что ваша проблема не лежит в сфере физиологии, предположим, что наша проблема не лежит в сфере патологии, предположим, что у нас нет никаких отклонений, предположим, что вы в общем и целом здоровый человек, но с помощью ленджи легкого поведения вы стремитесь оккупировать какие-то фрустрационные процессы. Я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию как на ситуацию неправильного, неверного истолкования своего желания. Например, если вы хотите осчетить себя мужчиной, мужчиной в узком смысле, мужчиной в сексуальном контексте, то для этого нужно чувствовать, что вы дарите наслаждение женщинам. Для этого вы чувствуете, что женщина получает от вас неправнимое удовольствие, и вы тем самым получаете удовольствие тоже. То есть, вы видите, что женщина от вас в восторге. Соответственно, нельзя такому говорить о патче женщины. Кроме того, сам термин патче женщина, это вот как раз таки означает, что вы не очень-то сильно уважаете этих женщин, потому что термин патче – это скорее термин, придуманный обществом, которое осуждают этих женщин, но при этом все равно пользуются их услугами. А в действительности же очень многие женщины там совсем не патче, а выбирающиеся это профессию, просто любви к искусству. И возникает тогда вопрос, почему вы не очень сильно уважаетесь этих женщин, но все равно продолжаете пользоваться их услугами. Какое свое желание вы пытаетесь удовлетворить? Какую цель вы пытаетесь достичь с помощью этих женщин? И для начала нужно понять, что те средства, которые вы используете для достижения цели, лучше бы выбирать такие, которые вы бы уважали, которые бы вы считали достойными себя. Потому что если вы в данный момент ситуация выглядит именно так, используете те средства, которые вы сами считаете неприемлемыми, сами считаете какими-то, ну, знаете, такими грязными, да, недостойными уважения, то, естественно, ни удовольствия никакого от этой цели вы получать не будете. Ну, в качестве примера здесь можно привести на такую ситуацию, когда человек, стремясь к высокому, хорошему благосостоянию, материальному положению, например, много работает. Да, человек много работает, но у него есть же ощущение, что он сам своим собственным трудом этого достиг. А если человек для того, чтобы добиться материального положения, а, например, кого-то для этого убивает, или обманывает, или каким-нибудь еще обходным преступным путем получает то, чем он хочет, то, несмотря на то, что человек достигает своей цели удовольствия, он не получает. Прямо это неестественный, неправильный процесс достижения своей цели. И если у человека есть совесть, если у человека есть внутренний регулятор, а он у вас, судя по всему, есть, потому что вы называете этих женщин падшими, так вот, если у человека есть внутренний регулятор, то он не позволяет такой личности получать удовольствие от того, что, ну, от того, что человек достиг. И это значит, что то, чего человек достиг, нужно отпустить и вновь с нуля начать стремиться к своей цели, но используемые средства могут быть более трудные, более трудоемкие, более такие тяжелые в использовании, но и цель будет тоже истинной, настоящей, не иллюзорной, не легко доступной, не доставшись и вам просто так. И в этом контексте несложно, наверное, представить, что я хочу сказать. Вы получаете удовольствие от женщин, от секса, только тогда, когда женщина по своей собственной воле, не до деньги, по своему желанию, искренне, истинно хочет с вами быть, искренне и искренне хочет вступить с вами в интимный контакт. Тогда и мужчина получает максимальное удовольствие от нее. А если вы знаете, что эта женщина с вами, потому что вы заплатили ей деньги, и все, что она делает, она делает уже машинально излученно, и сама она от этого никакого удовольствия, как правило, не получает, то, естественно, и ваше удовольствие тоже не будет полным, а то и вы не будете вообще. И тогда вам нужно задать себе вопрос, а почему я вообще пользуюсь услугами женщин легкого поведения? Почему я не могу общаться и сближаться с другими женщинами, которых я считаю не падшими? Почему я не могу с ними вступить в интимный контакт? Может быть, я их чем-то не привлекаю? Может быть, я им чем-то не нравлюсь? Может быть, я по какой-то причине не отвечаю каким-то их требованиям? Вот о чем вам нужно подумать. И если проблема именно такая, то блоки, которые стоят на пути взаимодействия с женщинами, нужно устранить. Может быть, вы сами это сделаете, может быть, вы сделаете это с помощью психолога, решать вам. Но эти блоки нужно устранить. И тогда вы будете как раз-таки получать удовольствие, и зависимость у вас идет. Потому что сейчас у вас своего рода синдром или зорного желания. Чего-то хотите, вы используете средства, вы вроде бы этого достигаете, но удовольствие не полное. Соответственно, не сложно догадаться, что именно это определяет вашу зависимость. Если же и цели, и средства будут соответствующими на уровне, то удовольствие будет окинуто. Это все, все вы сейчас сказали, это справедливо только для той ситуации, если у вас нет никаких патологических, сексуальных расстройств. Нету каких-либо комплексов, каких-либо искаженных установок и так далее. Потому что если это все имеется, если у вас в наличии, собственно говоря, подобные подобные симптомы, то в таком случае можно и нужно говорить о том, что вначале нужно разбираться с ними. Если комплексы, то почему, откуда они, что из себя представляют. Если сексуальная патология, то, соответственно, вам нужно обращаться к сексопатологу, сексологу, чтобы прорабатывать свои, возможно, какие-то сексуальные травмы или проблемы сексуального характера. Ну, в любом случае, что делать, решать вам. Со своей стороны, в любом случае, даже если у вас проблемы комплексные, проблема именно в области секса, то в любом случае, то, что я вам сказал, то, что я вам написал, подойдет для решения проблемы именно с чисто психологической точки зрения. То есть, мы не касаемся здесь ни сексологии, ни сексопатологии, именно психологическая точка зрения. Вам это поможет. Другой вопрос, что если у вас есть комплексы, то комплексы, конечно же, могут вам как бы говорить. Как бы, это значит квали. То есть, действительно, если они не говорят, мы для простоты употребляем слово говорить, но тогда выделяем как бы. То есть, у комплексы вам как бы говорят, что вы недостойны того, чтобы с не пассивными женщинами уступать связь, вы им не понравитесь, вы для них никто, и вы выбираете пассивные женщин, то есть, доступных. И чувствуйте, что она больше не способна, больше не достойна. Хотя, в действительности считаете, что вы достоин в действительности вы считаете, что вы хотели бы этого. Вы не считаете для себя сами пределом то, что вы сейчас имеете. И вот, задачей основной в этом случае является проработка, собственно говоря, ваших комплексов. Ага, разрешение их выявления, обсуждения, осмысления и удаления. После чего, конечно же, определенная психокоррекция, поправка вашего поведения, скажем так, поправка вашего поведения с учетом уже отсутствия комплекса. Потому что комплексы это глубинная проблема, а ведь есть еще и поведенческие алгоритмы. И поскольку они формируются под воздействием в том числе и комплексов, то при удалении комплексов сами алгоритмы могут остаться. Ну, просто потому, что вы так привыкли. И тогда эти алгоритмы, которые навязаны именно комплексами, их нужно менять. Менять с помощью воли, с помощью волевой регуляции. Ну, а тут нужен тоже определенный подход, нужна определенная техника, нужно понимание для чего это, мотивы, удержание воли и так далее. То есть, как вы понимаете, вам предстоит работа в двух направлениях. Первое направление это глубинная проработка, второе направление это критировка поведения и поведения. И, как правильно сказала вам коллега, если вы не способны сами решить свою проблему, то вам нужно выбрать специалиста и проработать с ним все то, что вас беспокоит. Причем, если проблема лежит непосредственно в области секса, то тут нужно смотреть профили, которые занимаются именно сексологией. То есть, у нас есть профили людей сексовых. Если к сексу это отношение не иметь как таковое, то тогда выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и работайте с тем, кто вам понравился. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Засылаю вам всего доброго и удачи.